ММК принимает участие в главном событии года металлургической отрасли 29-й международной промышленной выставки «Металл-экспо». Масштабное событие стартовало во вторник в Москве. Компания представила продукцию и технологические возможности как самого комбината, так и предприятий группы ПАО ММК. В этом году на выставке представлены компании из России, Китая, Индии, Турции, Италии и других стран. По информации организаторов, количество участников увеличилось по сравнению с прошлым годом почти в два раза – на 815. Форум металлургов принимает партнеров-потребителей металлопродукций и стройиндустрии, машиностроения, топливно-энергетического комплекса, транспортных, логистических и металлоторговых компаний. Планируется, что выставку посетят до 30 тысяч специалистов. Выступая на открытии, заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов обратился к собравшимся со словами, что сегодня металлургам необходимо консолидироваться и увеличить объемы выпуска продукции. Причем спрос в металлургической отрасли увеличился на 16% в связи с увеличением производства. И несмотря на сокращение экспорта, благодаря, прежде всего, тем решениям, которые были приняты на уровне государства по увеличению строительства, развития инфраструктуры, работа в жилищно-коммунальном хозяйстве, все это, конечно, помогло существенным образом металлургическим предприятиям выйти на тот объем производства, который сегодня они показывают, и максимально заполнить существующие мощности. В рамках открытия состоялось награждение победителей конкурса «Главное событие года в металлургии России». Магнитогорский металлургический комбинат отмечен за реализацию первой очереди проекта комплексной реконструкции коксохимического производства. Награду из рук заместителя министра промышленности и торговли России Виктора Евтухова получил заместитель генерального директора ПАО ММК по продажам Сергей Ушаков. Напомню, масштабная модернизация коксохимического производства на ММК включает строительство современной экологичной коксовой батареи, которая заменит пять действующих. Ее производительность составит 2,5 миллиона тонн сухого кокса в год, что покрывает практически половину потребностей компании в коксе. С выходом батареи на полную мощность валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сократятся более чем на 11 тысяч тонн в год. ММК – постоянный участник этого крупнейшего металлургического форума. На коллективном стенде компании посетители смогли ознакомиться с широким сортаментом металлопродукции, включая сортовой и фасонный прокат, горячекатанный, холоднокатанный, листовой прокат, горячо оцинкованную металлопродукцию, прокат с полимерным покрытием. Продукция ММК имеет широкий спектр применения от строительной и трубной индустрии до автопрома, которому комбинат поставляет оцинкованный автолист и машиностроительного комплекса, потребляющего высокопрочные износостойкие стали. Помимо руководителей специалистов комбината и торгового дома ММК, на стенде «Магнитки» работают представители компаний группа ОММК, чья продукция также представлена на «Металлэкспо». В их числе ММК – Лысвинский металлургический завод, ведущий российский производитель электролитически оцинкованного проката с полимерным покрытием и проката с декоративным покрытием «Стиларт». Директор предприятия Алексей Кузнецов сегодня успел дать интервью столичным СМИ. Он рассказал о продукции, которую представил завод на выставке. «Это декоративное покрытие в виде имитации дерева, камня, различных текстур с добавлением эффекта 3D. То есть эффект 3D придает нанесение лака определенным способом, что очень на сегодня довольно востребовано и набирает обороты». 29-я международная промышленная выставка «Металлэкспо» проходит с 7 по 10 ноября. В рамках деловой программы форума состоится более 50 конференций, семинаров и круглых столов по всем сегментам металлургического бизнеса. Руководители и специалисты компании группы «Пау ММК» примут участие в обширной деловой и конкурсной программе металлургического форума. Юлия Черешнева, Александр Бондаренко, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИ.